МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Ныне». Смотрите выпуски. Держим на контроле. Руководство администрации проинспектировало строящиеся объекты в Ахтубинском районе. О сложностях и особенностях работы одного из ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы, а именно в Следственном комитете, рассказывают специалисты. Чтобы помнили, в Ахтубинске прошли первые межмуниципальные соревнования по плаванию, посвященные памяти Героя Российской Федерации Николая Васильева. Руководство администрации осуществило контрольный выезд с целью проинспектировать строящиеся, а также уже имеющиеся объекты, по которым возник ряд вопросов, касающихся отопительного сезона. В частности, тревожные сигналы по поводу температурного режима в образовательном учреждении поступили из средней школы номер 3. С конца декабря прошлого года имелись определенные неполадки в работе котельного оборудования средней школы номер 3, которая расположена в Петропавловке. Данная котельная использует уголь для производства тепла, для обучения процесса. При этом при наличии определенных сбоев у нас функционирование котельной продолжалось. Учебный процесс у нас непрерывный в данном школе. Мы совместно с главой муниципального образования Ахтубинский район Владимир Васильевич Мехедовым выехали, сделали определенный контроль температурного режима в классах школы по разным помещениям и в начальной школе, и в средней. Температурный режим поддерживается, 19-20 градусов имеется. При этом необходимое оборудование, которое мы ждем для полноценного функционирования котельной, придет ориентировочно 25-26 января текущего года. Оно уже оплачено, оно уже находится в пути. Поэтому надеемся, что любые такие недоразумения у нас будут все в полном мире исчерпаны буквально к концу месяца. При этом, при подготовке уже к новому очередному отопительному сезону, нами выработано решение, что мы уже будем приобретать новый котел, угольный котел, стоимость его с доставкой ориентировочно 800 тысяч рублей, именно для этой школы. Поэтому уже по окончании текущего отопительного сезона, ориентировочно в мае, уже будет произведена оплата и подставка необходимого оборудования. Летом произведем монтаж, чтобы уже в октябре текущего года, в новый сезон войти уже без каких-либо недостатков, с полной готовностью к отопительному сезону. Кроме того, в рамках поездки представители власти проинспектировали строительство детского сада по улице Садовая в Петропавловке, где в ходе общения с подрядчиками определили, строительство находится в активной фазе. Темпы работ не снижены, но вызывают обеспокоенность жителей, проживающих в их непосредственной близости, в особенности разбитая дорога, ведущая к саду. К нам на студию неоднократно обращались жители по данному вопросу. Специалисты администрации также прокомментировали, какие работы ведутся в данном направлении. Особое внимание было делено участку, на котором у нас идет производство работ по строительству линии водоотведения. То есть канализация – это необходимый участок строительства. Точка врезки определена гарантирующим поставщиком по улице Мира, поэтому по всей улице Воровского до улицы Мира будет производство работ. Изначально планировалось, что это будет разработка грунта по проекту, но понимаем, что по этой улице, улица достаточно узкая, по ней идет 4 вида коммуникаций, в том числе 2 ветки газа, несколько времени которые были построены в 2019-2020 году. Поэтому понимаем, что это производство работ повлечет собой нарушение целостности, в том числе и газопровода, и питьевого водопровода. Зимой это недопустимо. Поэтому было принято решение комиссионное о том, чтобы произвести эти работы горизонтальным направленным бурением. Поэтому техника необходимо придет к нам ориентировочно через неделю и планируем с 17-18 января работы по производству работ, бурения. То есть это будет подземный способ производства работ, будет подземная траншея, и в нее будет вставлена труба. То есть открытого способа производства земляных работ не будет. В целях, опять же, повторюсь, недопущения аварийных ситуаций, других коммуникаций. Поэтому сейчас то, что имеются все вопросы, которые у жителей, надеемся, что в течение 2-3 недель у нас работы будут произведены, и все, которые от копки там сделаны, все будут засыпаны окончательно, чтобы дискомфорт для жителей, конечно же, ликвидировать. Продолжаем выпуск. 15 января Следственный комитет России отметил день своего образования. Сегодня следователи занимаются не только криминалистической деятельностью, но и массой других направлений, которые приходится узнавать в процессе работы. О ее сложностях и особенностях расскажет наш гость. И сегодня у нас в студии следователь Ахтубинского межрайонного Следственного комитета России по Астраханской области Цуканова. Ксения. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей профессии. Как показывает практика, добропорядочные граждане путают. Вот в чем разница Следственный комитет, Следственный отдел полиции, прокуратура, еще другие органы безопасности. Чем конкретно занимаетесь вы? Следственный комитет расследует тяжкие, особо тяжкие преступления против личности, против государственной власти, общественного порядка, правосудия, государственной власти, а также экономические преступления, опять же, тяжкие, особо тяжкие. Скажите, пожалуйста, свою историю. Как вы пришли в Следственный комитет? Как давно вы там работаете? В Следственном комитете я работаю уже 3,5 года. Когда оканчивала школу, заинтересовала деятельность правоохранительных органов в следствии, подала соответствующие документы в Следственном управлении по Астраханской области, прошла все проверочные мероприятия, также проводился конкурс на целевое обучение в Саратовской старостно-эндической академии. Начала целевое направление, отучилась 4 года, после чего пришла в Ахтубинский международный следственный отдел по направлению, по распределению. Это была мечта такая? Или вот что вас мотивировало? Очень была интересна следственная работа, работа правоохранительных органов, особенно девушек в нашей системе, так как их не очень много. И несмотря на это, мы наравне работаем с представителями мужского пола нашей профессии. То есть это очень тяжелая работа, особенно для девушек. Как проходит ваш день? Как вообще происходит расследование преступлений? Рабочий день у нас начинается с 9 часов. Приходим мы на свое рабочее место, составляем план следственных действий по своим уголовным делам, которые находятся в производстве, а также которые у нас находятся в производстве, материалы процессуальных проверок. Вызываем людей на допросы, на дачи объяснений. Также планируем проведение каких-либо следственных мероприятий. Это осмотры места происшествия. Также у нас, как и у органов полиции, есть дежурство. То есть заступаем на суточные дежурства и выезжаем на места происшествия, если происходит. С какими наиболее громкими преступлениями вам приходилось сталкиваться? В 2023 году у меня в производстве находилось уголовное дело по покушению на убийство беременной женщины. Получился конфликт между сожителями. В гражданском браке проживали. И на бытовой почве на фоне употребления спиртных напитков возник этот конфликт. И мужчина нанес два ножевых ранения в область сердца своей супруги, можно сказать, с беременной. Которая находилась на шестом месте беременности, но вовремя оказанная медицинская помощь спасла ей жизнь. Но, к сожалению, ребенку не удалось спасти жизнь. По мужчине вынесен приговор. То есть его вина доказана и признан виновным он. Также летом 2023 года, опять же, на бытовой почве между гражданскими сожителями возник конфликт, опять же, вследствие употребления спиртного, где мужчина нанес неоднократные телесные повреждения. В ходе чего через некоторое время женщина скончалась. И чтобы скрыть свои следы преступления, мужчина прикопал ее в яме собственного домовладения, после чего скрылся. И уже тело было обнаружено родственниками. И потом обратились в полицию. Мужчина был установлен, найден. И также привлечен к ответственности. И уже вынесен в отношении него судебное решение. Насколько тяжело психологически отправляться? Вот вам, особенно как женщине, работая непосредственно с такими вещами? Ну, поначалу, честно, было очень тяжело. Потому что, опять же говорю, это непростая работа, как психологически. Также у нас ненормированный рабочий день. То есть нужно уметь уделять время и семье, и работе. С опытом, с годами, конечно, уже становится полегче. Уже понимаешь, ориентируешься, какие необходимы и нужны следственные действия. Как нужно себя вести в той или иной ситуации. И уже становится проще. На ваш взгляд, как вы можете оценить криминогенную обстановку во всех районах, где вы работаете? В Ахтубинском районе, не скажу, что оно настолько криминогенное. То есть нет такого большого роста преступлений, о котором можно было говорить. Что касается зато Знаменск, то все-таки, исходя из того, что это город закрытый территориально, то есть там, естественно, у нас совершается преступление меньше всего. То есть также в наш межрайон следственный отдел входит еще в Харабалинский район. То есть, ну, можно сказать, я думаю, что Харабалинский, Ахтубинский район, они как-то наравне по криминогенности. То есть более-менее спокойно все. Есть ли какие-то наиболее распространенные такие вот и среднестатистические преступления? Ну, неоднократно множество совершается преступлений, касаемо в отношении сотрудников полиции, то есть как представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. К ним применяется насилие, то есть наносятся какие-либо телесные повреждения. То есть с этим неоднократно сталкиваемся. Сейчас наиболее распространенное стало уклонение от прохождения военной службы. То есть лица не желают проходить военную службу, уклоняются по вызовам, по повесткам в военкомат. И вследствие чего, будучи предупреждены об уголовной ответственности за неявку в военных комиссариатах Тубинского района, они привлекаются к уголовной ответственности. Вообще, что касается раскрытия преступности, как это обстоят дела у нас? Раскрываемость у нас стопроцентная, то есть при поступлении сообщения о тяжком либо особо тяжком преступлении, в первые же сутки у нас раскрываются дела, то есть нераскрытых у нас нет. А что касается кадрового обеспечения, вот есть ли нехватка сотрудников? Непосредственно в Ахтубинском международном следственном отделе есть одна свободная вакантная должность следователя следственного отдела. По поводу требований, опять же, это иметь юридическое высшее образование. Также сотрудники при поступлении на службу к нам в следственный комитет проходят необходимые проверочные мероприятия, то есть полиграф проверяются, иные данные личности, это в органах безопасности, то есть все необходимые мероприятия, которые нужны при поступлении на государственную службу. Я не жалею, что пришла в данную службу, то есть как бы мне все нравится, вот, и планирую дальше работать. Спасибо вам большое за такое интересное интервью. Желаем вам успехов. А мы идем далее. За прошедшие выходные в разных регионах России произошло около 400 дорожно-транспортных происшествий. Более 300 человек погибли, около 500 получили травмы. В Ахтубинском районе за две недели произошло более десятка аварий. Одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий зимой является нестабильная погода. Ледяная корка на дорожном покрытии нередко становится причиной серьезных аварий. С начала 2024 года зарегистрировано с пострадавшими три дорожно-транспортных происшествия, при которых получили ранения пять человек, один человек погиб. При этих дорожно-транспортных происшествиях пострадал один ребенок. Также с начала 2024 года зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, при которых не пострадали люди. Транспортные средства получили механические повреждения. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения также является одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий, вне зависимости от времени года. Так, в праздничные выходные дни в Астраханской области выявлено 86 подобных фактов. Возможно, изменить ситуацию помогут новые поправки законе. Согласно им, размер штрафа за вождение в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей. И это одновременно с лишением прав на срок от полутора до двух лет. При этом не имеет значения, был ли за рулем сам владелец автомобиля, или он позволил сесть за руль пьяному в своем присутствии. А вот в случае повторного нарушения наступит уже уголовная ответственность, и заплатить придется до 300 тысяч рублей. И это в лучшем случае. Худшим грозит лишение свободы на срок до двух лет. К другим темам. Погодные условия внесли свои коррективы в одну из любимейших народных традиций. Ежегодные крещенские купания в Ахтубинском районе в этом году не состоятся. Причиной их отмены – тонкий лед. На сегодняшний день его толщина настолько мала, что не позволяет безопасно находиться на нем. В связи с этим специалистами было принято решение о необходимости отменить массовые купания. В период праздников также будет организовано патрулирование с целью выявления несанкционированных мест купания. При этом священнослужители говорят, что окунаться в прорубь в крещение не является обязательным атрибутом этого праздника. Гораздо важнее молитва и искренняя вера, которая способствует очищению души. Сейчас мы все в ожидании великого праздника, хам крещения или Богоявления Господня. Этот праздник в зренности был соединен с праздником Рождества Христова, но впоследствии их разъединили, чтобы было более торжественно праздновать оба события. Но оба они называются Богоявлением, потому что и Господь родился, это Бог явился в мир, и когда Он пришел на крещение уже в зрелом возрасте, это тоже было Богоявление. Богослужения в храмах будут проходить как ночью, так и утром. В соборе Владимирском будет в 21.00, как начало богослужения, и в храме Архангела Михаила тоже будет в 21.00. Затем в 8 утра будет в Петропавловском храме, и в 9 утра опять же в соборе, в Верхнем храме. Всех вас приглашаем на эти богослужения. По традиции мы освящаем воду в этот праздник. Эта вода действительно, а к Великой Святыне, к ней нужно относиться с благовением в течение года, не обязательно набирать ее большими бочками, сосудами, а можно немножко взять и окнотощак каждый день принимать с благовением. Продолжаем выпуск. Новогодний бал ветеранов состоялся в районном Доме культуры. Для гостей мероприятия был подготовлен спектакль. Угощение не обошлось также без традиционной танцевальной программы. По традиции мероприятия для ветеранов труда начали с театрального спектакля, называется который «Бочка меда». На сцене районного Дома культуры он с полным аншлагом прошел в канун нового 2024 года. Много раз ставили его для детей силами местных самодеятельных артистов РДК Центра народной культуры. Зрители и в этот раз были очень довольны игрой артистов. Не все даже верили, что на сцене многие в качестве актеров были в первый раз. Завершился спектакль бурными аплодисментами, а затем зрители вышли в фойе, где всех ожидал приятный сюрприз. К супруге Кленины, ведущие мероприятия, и народный вокально-инструментальный ансамбль «Сказ». Музыканты настроили зрителей на лирический лад. Поздравил собравшихся с праздником от имени руководителей районной администрации Дмитрий Мищук. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Я вот наблюдал со стороны, когда играли ребята, тут пританцовывали очень активно. Это очень здорово, это вселяет огромный оптимизм. Еще раз, крепкого-крепкого здоровья, душевного равновесия, ну и мирного неба над головой. А на сцене всеми любимый вокальный ансамбль «Гармония» с постоянным руководителем со дня создания Ириной Бужинской. Часни ты не скажешь до свидания, Песня не прощается с тобой. Взорвал зал аплодисментами и хоровой коллектив «Россияне» серией любимых народных песен. Почему, почему, почему гармония поет? Потому что кто-то любит гармониться. Ну а сейчас впервые на этой сцене новорожденный вокальный ансамбль Ирины Клюевой из Дома культуры «Речников». Веселые ребята, они совсем молодые, им исполнился всего один годик. «Россияне» Поздравил с серебряным праздником собравшийся и Виктор Яковлев, председатель районного совета ветеранов труда. Дорогие мои, всем здоровья, всем счастья, чтобы вновь и праздники, пропраздники все любили вас. Чтобы вы приходили в совет ветеранов, никогда не обходили все это мимо. И чем мы больше между собой здороваемся, говорим, тем больше прибавляется у нас здоровье. Если мы только замкнемся сами в себе и будем сидеть в четырех стенах, то болячки придут сами. Порадовала Ахтубинцев своим красивым голосом Лидия Синчук. А это в костюмах зимних красавиц Настя Челканова и Катя Денисовская. И пироговская молодежь на огонек пожаловала Сергея Свекольников, первый парень на селе, баян растянул. И все услышали, какие песни поют в селах района и сейчас. И, конечно, казачья вольница Рихая показала, на что способна. Ну а без этой самой зимней, самой популярной песни в 70-е и последующие годы ни один праздник не обходился. Александр Орлов тоже порадовал своим исполнением. Незаметно пролетели три часа, а расходиться почти никто и не собирался. Свет немного пригасили и дальше закружили в веселом новогоднем хороводе. ПЕСНЯ Владислав Лихварь, Татьяна Дебилина, Ахтубинск ТВ К спортивным новостям. В Ахтубинске прошли первые межмуниципальные соревнования по плаванию, посвященные памяти героя Российской Федерации Николая Васильева, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Владислав Лихварь с подробностями. 13 января. Спорткомплекс. День морозный. На уплавательном бассейне с утра высокая температура. Спортзал подготовлен к первому турниру по плаванию среди юношей девушек в памяти героя Российской Федерации Николая Васильева, погибшего в зоне специальной военной операции при выполнении служебного долга. Места для зрителей переполнены. В турнире принимают участие более 300 школьников из Ахтубинска и Знаменска. Турнир проходит на высоком уровне, посвященный герою России Васильеву. Нам очень приятно, что мы два города Ахтубинска и Знаменска принимаем часто участие в соревнованиях. А сегодня нам вдвойне приятно, потому что эти соревнования посвящены героям, людям, которые выполняют свой долг, которые отдают за нас жизнь. И наши дети, которые плывут сегодня, принимают участие, свои победы, свои медали, грамоты, успехи посвящают им. Среди гостей соревнования представители администрации Ахтубинского района и Государственного летно-испытательного центра имени Валерия Павловича Чкалова. Организатором мероприятия, инициатором стала старший тренер Ахтубинской детско-юношеской спортивной школы Маргарита Бердникова. Мы сегодня проводим соревнования памяти героя Российской Федерации Васильеву Николаю. Инициатива была моя, потому что этот человек был когда-то у нас в жизни. У нас есть общие друзья, общие одноклассники. Он был прекрасным офицером, он всегда мечтал быть десантником. Все мы про это знали, и очень горестно, что так получилось. И когда случилось год назад это событие печальное, вот пришла такая, чем мы можем его помнить, чем мы можем подрастающему поколению, так сказать, в воспитательных целях, в назидание, чтобы помнили своих героев. Ну, я со своей стороны, так как работаю с детьми на бортике, предложила проводить соревнования, чтобы они были традиционными, ежегодными. Соревнования проходили на высоком уровне, по хорошо отработанной схеме. Сначала парад участников. Поздравления, пожелания удачи от почетных гостей. И сразу команда на старт. Мы пришли болеть за нашего одноклассника и нашу одноклассницу. Мы учимся вместе, дружим. И пришли сегодня болеть за них. Я болею за своего брата. Я занимаюсь фигурным катанием, но все равно очень люблю следить за плаванием. И поэтому я очень поддерживаю своего брата в этом виде спорта. Ну, я тоже присоединяюсь к своей подруге. Я тоже пришла болеть. Заплывы следовали один за другим. Судьи, их помощники четко фиксировали результаты заплывов, которые сразу же заносились главным судьбой соревнований в протокол. Очень приятно, что участники откликаются на наше приглашение принять участие в таких соревнованиях. Это одно из первых соревнований в нашем районе, посвященных памяти погибших в специальной военной операции. И я надеюсь, что это не последнее мероприятие. Это мероприятие открывает, так скажем, ряд таких спортивных соревнований. И мы должны, мы обязаны просто сделать все, чтобы память о наших героях оставалась на долгие годы. В 15 часов состоялось открытие соревнований, а через 2 часа практически завершились. Прошли успешно в разных стилях на дистанции 50 и 100 метров. Перед завершающей эстафетой состоялась торжественная церемония награждения пловцов, добившихся лучших результатов. Почти все они заняли призовые места. Хочу поблагодарить наших тренеров, которые воспитывают таких хороших пловцов. Я очень доволен, что мой сын участвует, плавает и надеюсь, добьется больших высот плавания. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. С начала спортивного сезона в Ахтубинском районе состоялся также ряд других спортивных мероприятий. Одно из таких – Рождественский кубок по волейболу, который прошел в спортивном комплексе «Глиц» имени Чкалова. В нем приняли участие 8 сборных команд. Кто завоевал звание лучших, расскажет Илона Саакова. Волейболисты во всеоружии. Новый год начался для них не менее насыщенно. На днях в спортивном комплексе прошел Рождественский кубок по волейболу среди сборных команд в школах Тубинского района. На торжественном открытии с началом нового спортивного сезона спортсменов поздравили начальник отдела физической культуры и спорта Виктория Журавель, а также начальник управления образованием Виктория Лопушенко. В турнире приняли участие юноши из семи городских школ. Плюс впервые за долгое время в игре приняли участие спортсмены из Успенской школы. У нас появились ребята, как-то команду сделали, попробовали, не особо все получилось. Это наш первый опыт, первый блин комом. Через год вернемся, попробуем еще раз. Это не единственная команда, которую не останавливает первая неудача. Словом, игры проходили по олимпийской системе. Это значит, если команда проиграла, то для нее соревнования закончены. И через год, набравшись опыта, волейболисты возьмут реванш. Ведь, как показал предыдущий год, по словам главного судьи соревнований, для волейболистов он закончился с хорошими результатами. А в текущем году уже намечены спортивные мероприятия. Год очень насыщенный нашими соревнованиями. На следующей неделе у нас будут играть девочки 11-12 года. И 2007 и меньше будет междугородний крещенский турнир. У нас приглашены команды из различных городов. Волгоград, Городище, Знамецк, Харабали, Астрахань. Я думаю, что очень приличный турнир. Даст возможность посмотреть детей уровень за предыдущие годы тренировок. Ну и, соответственно, заканчивая январь месяц, у нас будет соревнование по серебряному мячу среди общеобразовательных школ по трем возрастным группам. Каждый четверг у нас будут проходить игры. По итогам этих соревнований первое место одержала команда школы номер два. Второе место досталось юным спортсменам из четвертой школы. И третье взяли волейболисты из школы номер пять. Победители и призеры получили кубки, грамоты и медали. Илона Саакова, Юлия Баховская, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ А на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Ахтубинск ТВ Ахтубинск ТВ Ахтубинск ТВ